Парк станций скорой медицинской помощи страны обновился. Их ряды пополнили 33 кареты неотложной помощи. Новые современные машины оснащены всем необходимым оборудованием. Большим плюсом этой техники является то, что она соответствует всем нормам для непрерывной работы в местных климатических условиях. В новой карете есть такой большой медицинский чемодан. Кислородный контур, реанимационный дыхательный мешок. При наступлении асфиксии мы даем пациенту кислород с помощью этих приспособлений. Здесь также есть прибор, с помощью которого мы выводим лишнюю жидкость из организма заболевшего. Кареты скорой помощи были приобретены на 169 миллионов сумм за счет республиканского бюджета. В Министерстве здравоохранения отметили, что обновление парка повысит качество оказываемой первой медицинской помощи. Новые машины будут распределены по всем регионам страны. По возможности мы стараемся покрывать потребность в новых каретах скорой помощи. До конца этого года мы планируем закупить еще 300 новых машин. Качество медицинских услуг для нас важнее. По этой причине мы намерены развивать медучреждения. Особое внимание будет уделяться больницам в регионах. Обновление технической базы коснулось и мэрии Бишкека. За счет средств республиканского бюджета было закуплено 120 пассажирских автобусов на газе. В новом автобусе предусмотрены все необходимые условия для пассажиров. Имеются зарядные устройства в количестве 8 единиц, камеры видеонаблюдения, а также пандусы и специальные сидения для людей с особыми возможностями здоровья. У нас долгое время город Бишкек не получал в таком объеме такой современный транспорт. Он является низкопольный, газомоторный. Там очень много современных наворотов. Даже когда на остановку подъезжает, он на один бок наклоняется для того, чтобы пассажирам было удобно заходить в салон и также выходить из салона. Также для муниципалитета были приобретены колесные тракторы, садовые машины, экскаваторы, кран-манипулятор и не только. Улучшение техпазы хозяйственных предприятий направлено для благоустройства города Бишкек. С новой техникой ознакомился президент Садыр Джапаров. В ближайшие два года дополнительно поступят полторы тысячи автобусов. Тем самым закроются потребности города. Самое главное, закупаемые автобусы имеют сертификаты безопасности в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. Хочу добавить, что для коммунальных предприятий закуплено 13 единиц специализированной техники в целях улучшения инфраструктуры и благоустройства города. Мы продолжим улучшать облик столицы, являющейся визитной карточкой страны, и рассчитываем закупить еще 64 единицы техники до конца первого квартала текущего года. Столица Кыргызстана должна быть достойна прекрасной природы, которой обладает, и мы приложим все усилия в этом направлении. В большом количестве специальную пожарную технику получило и Министерство чрезвычайных ситуаций. 100 машин огнетушения предоставил Китай на грантовой основе. В Кыргызстан впервые прибыли 10 основных пожарных машин водоизмещением 8 тонн. Одна такая машина распыляет до 100 литров воды в секунду. МЧС получила и три автолестницы. Новая техника создаст широкие возможности для спасения человеческих жизней и предотвращения материального ущерба. В данные автомобили, автосцены у нас на сегодняшний день поступили двух видов. Это с емкостью вывозимой воды 8 тонн и с емкостью вывозимой воды 5 тонн. Помимо этого прибыли еще пожарные автолестницы высотой подъема лестниц до 54 метров, что будет способствовать для тушения пожаров и проведения эвакуационных мероприятий из зданий повышенной этажности до 18 этажей. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности населения страны и регионов является одним из главных вопросов повестки дня на фоне климатических изменений. Вместе с тем выразил уверенность, что приобретенная техника облегчит работу спасателей, удовлетворит потребности граждан и вызовет благодарность народа. Требования по обеспечению своевременным оборудованием для повышения эффективности работы пожарных и спасателей постепенно выполняются. Как вы видите, помимо 100 единиц пожарной спецтехники, которые сегодня вручаются, недавно приобретены два современных вертолета, 58 пожарных машин, 81 единица инженерной техники и 34 единицы техники различного вида. В скором времени из России прибудет 40 единиц противопожарной техники и один вертолет Ми-8 в виде помощи на сумму порядка 20 миллионов долларов, после чего МЧС будет обеспечена необходимой техникой на ближайшие 15-20 лет. Вместе с вами мы превратим работу в спасательной службе в профессию, вызывающую особую гордость. В завершение своего выступления президент Садыр Джапаров поблагодарил спасателей, медиков и муниципальных работников за службу Родине и еще раз поздравил участников сегодняшним знаменательным событием.